Уильям Сидни Портер Рассказ Канал для души приветствует вас и желает вам приятного прослушивания Адское пламя Есть у меня два-три знакомых редактора К которым я, если вздумаю, могу хоть час зайти и поболтать на литературные темы Раньше бывало, что они вызывали меня для беседы на литературные темы Это не одно и то же Так вот Они мне рассказывали, что немалая часть рукописей приходящих в редакцию имеет приписку от автора где он клянется, что его сочинение взято из жизни Дальнейшая судьба такой рукописи зависит лишь от того, приложена к ней или нет почтовая марка Если приложена, рукопись уходит назад к сочинителю Нет, она летит в угол Где ее уже ждет пара старых калош А прокинутая статуэтка крылатой победы или груда старых журналов На обложке одного из которых изображен сам редактор Увлеченно читающий в подлинке Лепти джурналь Маленький журнал Французский Держа его вниз головой Это видно по иллюстрациям Легендарная редакционная корзина для отвергнутых рукописей на самом деле не существует Итак, факты жизни в презрении Пройдет время Наука, природа истинного трутца в доверии к искусству С фактами станут считаться Злодеев подянут к ответу Вместо того, чтобы выбирать их в правление акционерного общества Но пока что вымысел живет в разводе с действительностью Платит ей алименты И выступает опекуном репортерских отчетов Вся эта преамбула здесь к тому, что я хочу рассказать вам историю из жизни Как таковая она будет предельно простой Все прилагательные я обстраиваю изменить на предлоги Если вы уловите в ней хоть какое-либо изящество слога Знаете, что это вина наборщика Я предложу вам рассказ из литературного быта большого города И он будет полезен каждому в госпорте штата Индиана И на двадцать пять миль в окружности У кого на столе лежит готовая рукопись Начинающаяся примерно такими словами В старой ратуши Еще слышали скрики восторженных избирателей Но Гарвард, тепло пожав руки своим верным друзьям и помощникам Уже пробивал путь в толпе, поспешая к суде, к Расвилу, где его ждала Айда Петтит прибыл из Алабамы Чтобы посвятить жизнь изящной словесности В южных газетах уже появились восемь его рассказов с примечанием редакции Разъяснявшим, что автор сын нашего доблестного майора Петтингила Петтита, героя сражения при Локаут-Маунтен и бывшего окружного судьи Петтит был молодым человеком Несколько сурового вида Из застенчивости скрывавшим свою большую начитанность Мы с ним были друзьями Отец его держал лавку в городе, называвшемся Хося Петтит вырос в хостийских сосновых лесах и ракитниках Он привез в саквояже два рукописных романа О обхождениях в Пикарди В 1329 году у некоего Гастона Лабуле Виконто де Монрепо Не станем его осуждать Это может случиться с каждым А потом мы вдруг пишем сногсшибательные очерка Малютки, газетчики, его колченогой собаки И наш очерк печатают Ну, а потом покупаем большой чемодан И ходим от дома к дому Предлагаю усовершенствованные газовые горелки По доллару и 25 центов за штуку Необходимо каждой хозяйке Я привел Петтита в красный кирпичный дом Который в дальнейшем, когда мы со всем этим покончили Был увековечен в статье Литературные реликвии старого Нью-Йорка Петтит снял комнату Лавка в хосе пока что брала на себя его содержание Я повел его по Нью-Йорку Он не сказал мне ни разу, что о вине у генерала Ли у них в хосе И значительно шире Бродвее Это меня обнадежило Я решился на последний экзамен А что есть тебе написать о Нью-Йорке, — сказал я ему Скажем, вид с Бруклинского моста Знаешь же, взглянуть свежим глазом Постарайся не быть идиотом Ответил мне Петтит Пойдем выпьем пиво Город мне, в общем, понравился Мы с ним обнаружили подлинное царство богемы И были в большом восторге Ежедневно, утром и вечером Мы направлялись в один из этих дворцов Из кафелей стекла Где протекал грандиозный, грохочущий эпос жизни Даже волгала, я думаю, не была столь шумной и славной Классический мрамор столов Снежно-белые свитки салфеток В облитой светом витрине Безошибочно-вагнеровские созвучия В перестойке тарелок и чашек Стакат тоннажей и вилок Пронзительный читатив Облаченных в белые фартки Дерф, официант, кустойк Напоминавших анатомический стол И лейтмотив Неумолчных кассовых аппаратов Все сливалось В гигантский, ликующий Возвышающий душу синтез искусств Парад героической, исполненный символов жизни И порция бобов Стоила всего десять центов Мы изумлялись, что наши собратья, служители, мус Продолжают вкушать свои трапезы За унылыми столиками В почитающихся артистическими Жалких кукмистерских И содрогались при мысли, что они могут узнать Про наш храм и осквернить его своим посещением Тетчит писал рассказ за рассказом Но редакторы их браковали Он писал про любовь, чего избегаю я Ибо твердо уверен, что это давно нам известно И популярное чувство должно обсуждаться Лишь в узком кругу На приеме у психиатра Или в беседе с цветочницей Но отнюдь не на страницах общедоступных журналов А редакторы утверждают, что женская часть Их подписчиков хочет читать про любовь Позволю себе заметить, что это неверно Женщины не читают в журналах любовных историй Они ищут рассказы, где герои режутся в покер Еще изучают рецепты примотчика сгуречного сока Рассказы с любовным сюжетом читают Толстяки комивые жоры И десятилетние девочки Я не хулю здесь редакторов В большинстве своем это прекрасные люди Но все же не более чем люди Каждый из них ограничен собственным вкусом и навыками Я знавал двух сотрудников журнальной редакции И схожих, как два близнеца Но один был привяжен к аманам Флудара Другой любил Джин Когда опять Тит возвращался домой С отвергнутыми рукописями Мы садились читать их вдвоем Чтобы лучше понять, чем недоволен редактор Это были совсем не дурные рассказы Гладко написанные и кончавшиеся, как полагается, на последней странице События в них развивались логично и в должной последовательности Чего не хватало в них Это живой жизни Представьте на миг, что вы сказали устрицы А вам подали блюда симметрично разложенных раковин Но пустых, без их сочных, соблазнительных обитателей Не колеблюсь, я дал понять автору Что надо солиднее знать предмет, о котором пишешь На прошлой неделе ты продал рассказ, сказал Петит Где описана стычка на приисках в Аризоне Твой герой достает из кармана сорокапятикалиберный кольт И убивает одного с другим семь бандитов Но коль ты такого калибра шестизарядный Ты путаешь разные вещи, сказал я Аризона далеко от Нью-Йорка Я могу застрелить человека при помощи лосо И ускакать от погони на паре ковбойских штанов И никто ничего не заметит Разве какой крохобор настрочит на меня кляузу Ты в иной ситуации? Про любовь здесь, в Нью-Йорке, знают ничуть не меньше Чем где-нибудь в Миннесоте в пору ранней посадки картофеля Допускаю, что у нью-йоркцев нет той непосредственности Читают не только Байрона, но и биржевой бюллетень Раз уж книжки пошли на Б В общем, так или иначе, но этот недуг хорошо здесь известен Ты можешь уверить редактору, что ковбой садится в седло, ухватившись за правое стремя Но с любовью, хочешь не хочешь, а должен быть аккуратен Советую лично влюбиться, познакомиться с делом практически Петтит влюбился Я так и не знаю, принял он к сведению мой совет или полжертвой случая Он повстречал эту девушку где-то на вечеринке Дерзкую, яркую, золотоволосую, озирающую вас с добродушным презрением Нью-Йоркскую девушку Так вот, зрелый повествовательный стиль Разрешает нам время от времени так начинать нашу фразу Петтит мгновенно рухнул Познал на собственной шкуре все сомнения Сердечные муки, тосковые ожидания, о которых столь бредно писал Шейлока клянут за фунт мяса Амур взыскал с Петти-то не менее двадцати пяти фунтов Так кто же из них ростовщик? Как-то вечером Петчерк явился ко мне сам не свой от восторга Тощий, измучный, но сам не свой от восторга Она подарила ему на память цветок Старина, — заявил он с какой-то странной улыбкой Кажется, я напишу этот рассказ о любви Тот самый, ты знаешь, за который ухватится Я чувствую, и он во мне Не ручаюсь за то, что получится, но чувствую, и он во мне Я выгнал его из комнаты За стол И пиши, — приказал я Пока не поставишь точку Я сказал, тебе надо влюбиться Кончишь, сунешь сюда под дверь Не будем ждать до утра В два часа ночи послышался шорох под дверью Прервав беседу с Монтенем, я взялся за Петти-то Я листал его рукопись И в ушах у меня не смолкало шипение гусей Легкомысленно щебет воробушков Воркование горлинок, протяжные крики А слов О, великая Софо! Возроптал я в душе Это священное пламя Которое, как утверждают, дает пищу гению И творит из него гражданина с обеспеченным заработком Рассказ Петти-то был сентиментальной трухой С приправой из хныканье Сю-сю-сю и без примерного ячества Все, что ему удалось накопить Из литературного опыта, было утрачено Слюнявость рассказа Способна была пробудить цинический смех У самой чувствительной горничной Наутро я беспощадно сообщил ему о переговор Он идиотски оскладился И приотлично Сказал он Сожги его, старина Какая мне, собственно, разница Сегодня мы завтракаем с ней у Клермона Счастье длилось примерно месяц После чего Петит явился ко мне в беспросветном отчаянии Он получил отставку Нес какую-то чушь об отъезде в южноамериканские страны О цанистом калии О безвременной ранней могиле Добрых полдня Я приводил его в чувство Потом напитал его целительной порции алкоголя Как я говорил уже Эта история о жизни И жизни И, значит, не может быть выдержана В одних голубых тонах Две недели подряд я держал его На омаре хаями И виски Кроме того, каждый вечер Я читал ему вслух ту колонку В вечерней газете Где говорится о хитростях женской косметики Рекомендую всем этот способ лечения Исцелившись Ноя Петит снова принялся за рассказы Он вернул себе легкость слога Стал писать почти хорошо Тут взвивается занес Начинается третье действие Его полюбила без памяти Миниатюрная Кореглазая Молчаливая Девушка Из Нью-Гемшира Приехавшая в Нью-Йорк Изучать прикладные искусства Как это бывает С уроженками Новой Англии Под ледяной оболочкой Она таила полкую душу Петит не был Чрезмерно влюблен Но проводил с ней Свободное время Она его обожала Порой докучала ему Дело дошло до кризиса Она чуть не выбросилась из окна И Петиту пришлось утешать ее Ценой не очень-то искренней нежности Даже я был смущен ее безоглядной привязанностью Родная семья Традиции Верование Все пошло прахом Когда заговорил любовь Положение было тревожное Как-то к вечеру Петит заявился ко мне Позевывая Как и тогда он сообщил Что у него в голове превосходный рассказ Как и тогда я не мешка И усадил его за письменный стол Был час ночи Когда у меня под делью Зашуршала бумага Прочитав рассказ Петита Я подскочил И хотя в доме все спали И сдал ликующий вопль Петит создал свой шедевр Между строк Этой рук Пси Истекало горячей кровью Живое женское сердце Тайну трудно было постигнуть Но искусство Святое искусство И пульс живой жизни Слились здесь в рассказ о любви Который хватал вас за глотку Не хуже ангин И окинулся к Петиту Хлопал его по спине Заклинал именами бессмертных На которых мы с ним молились Петит в ответ лишь зевал И твердил, что его клонит коснуть На завтра я потащил его Прямо к редактору Познакомившись с рукописью Великий человек Привстал с кресла И пожал Петиту руку Это было лавровым венком Представлением к почетному ордену Верным доходом И тогда старичина Петит Как-то нехотя улыбнулся Петит истинный джентльмен Так зову я его с той поры Не бог знает, конечно, какой комплимент Но на слух он вроде получше, чем на бумаге Да, я понял Сказал мой друг Петит И, взяв свой рассказ Стал рвать его в мелкие клочья Я понял теперь правила этой игры Настоящий рассказ не напишешь чернилами И кровью сердца тоже рассказ не напишешь Ему можно писать только кровью чужого сердца Прежде чем стать художником Нужно стать подлецом Нет, назад В Алабаму В лавку к отцу за прилавок Закуем, старик На вокзале, прощаясь с Петитом Я попытался оспорить его позицию А сонеты Шекспира Взмолился я, делая последнюю ставку Та же подлость Ответил Петит Они дарят тебе любовь А ты ею торгуешь Не лучше ли торговать лемехами его отца за прилавком Выходит, сказал я Что ты не считаешься с мировыми До свидания, старик Сказал Петит Авторитетами Завершил я свое возражение Послушай, старик Если там у отца Вам понадобится еще продавец Или толковый бухгалтер Обещай, что напишешь Ладно Субтитры сделал DimaTorzok